Сейчас уже смело можно говорить о проделанной работе за год, заявили в Водоканале. В конце прошлого, 2020-го, организация составила план действий, где в округе проблемы нужно решать в первую очередь. И сегодня представила результаты работы СМИ. Завершается замена водопроводной сети на Скобянке. Этого ремонта ждали 12 лет. Послезавтра мы заканчиваем сварочные работы на данном этапе. И в районе где-то двух недель будем подготавливать сеть, чтобы вы понимали, это хлорировать уже, подготавливать врезку уже в существующий водопровод, для того, чтобы полностью подключить данный участок водопровода. К 1 ноября вода к жителям должна пойти уже по новому водопроводу. По словам специалистов, сети в округе изношены процентов на 70, а то и на все 100. В связи с этим экстренно приняли решение по замене коллекторов в поселке Римаш. Основные работы завершены. Сейчас у нас заканчивается последний этап. Я думаю, что нам еще где-то 7-10 дней надо для того, чтобы соединить уже от КНС на поселке до очистных сооружений. Остался еще один прокол под дорогой. Поэтому все 4 километра, которые были запланированы, мы их и закончим. И жители Римаша впервые за 50 с лишним лет вздохнут свободно, легко. Водоканал дает более 50 лет гарантии на данный участок. Что касается реконструкции главных очистных на Птицеграде, завершены предварительные работы. К концу года зайдут уже проектировщики для того, чтобы отбить точки мероприятия, которые будут происходить конкретно по заданию, которое было разработано в проектной документации. И в следующем году уже начнутся основные, так скажем, зримые работы. Восстановлены очистные сооружения в деревне Федорцово, причем только за счет самого предприятия. Проблема остается в Ходьково. Работы по замене сетей планировали начать в середине августа. Немного откладываются. В связи с тем, что полностью отсутствует проектная документация сетей водопровода и канализации городского поселения Ходьково, мы были вынуждены провести с работы внутри нашего предприятия для того, чтобы хотя бы какие-то направления понять, где эти сети лежат. Но когда мы все это сориентировали, то оказалось, что на данных участках очень много проложено и газопроводов, и электрических кабелей и так далее. Все эти согласования, они, к сожалению, не быстрые и имеют свои особенности, так как существует охранная зона. Я думаю, что мы до конца октября закончим эти работы, именно все, что связано с документооборотом, и потихоньку войдем на замену сетей, как я и обещал, в районе 5 километров. В октябре завершатся работы в селе Васильевское. Там проблема с качеством воды и давлением. Водоканал обнаружил более 30 незаконных врезок. Выписываются штрафы, ведутся суды. Мы намерены поменять в районе 250 метров от водозаборного узла до 23-го дома, если я не ошибаюсь, и переврезать законных абонентов. И параллельно мы поменяем скважинный насос, который уже, можно сказать, свое уже отработал. Кроме того, в этом году организация прочистила 8 канализационно-насосных станций. Водоканал в этом году взял на обслуживание КНС на Фурманово и Карбушинской набережной. Сложность состоит в том, что данный КНС находится в затапливаемом месте, то есть, одним словом, болото. И мы вынуждены туда были делать дорогу. Сейчас дорога сделана, отсыпка сделана. Мы подняли насос. Сейчас будем монтировать уже непосредственно оборудование. Но для того, чтобы окончательно уйти от проблемы, на которые жители нам жалуются, это подтопление территории, нам необходимо возвести какой-то минимальный павильон. Завершена реконструкция самой большой КНС номер один на Митькино. Все пять насосов заменили на новые. Жанна Ловенько, Вячеслав Шумов, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok